Сокращение выбросов в атмосферу с помощью ремонта. В Южной Корее решили не сносить старые дома, а реконструировать их. Это быстрее, дешевле и экологичнее. В первую очередь в правительстве решили озеленить госучреждения и учебные заведения. В энергоэффективных зданиях библиотеки, детсада и районной мэрии побывал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. 50-летнему зданию библиотеки Университета иностранных языков Два года назад подарили вторую жизнь. До реконструкции оно не могло вместить всех желающих, поэтому читатели вынуждены были искать нужные книги в других местах. Теперь это излюбленное место учебы и отдыха студентов. После ремонта хранилище библиотеки увеличилось со 150 тысяч до миллиона книг. Вместо обычных стекол установили стеклопакет, заполненный аргоном. Это улучшило звукоизоляцию и теплопроводность. От 10 до 50 процентов электричества производят солнечные панели мощностью 130 киловатт. Прежняя стена была 200 миллиметров, сейчас около 500. Трехмиллиметровое стекло заменили на двойное. Если раньше 70 процентов тепла уходило, то сейчас только 10. Даже если отапливать на 30 процентов от мощности, то возможно поддерживать прежнюю температуру. А этому зданию детского сада 41 год. Реконструкция сделала его популярным среди местных жителей, и многие родители захотели отправить сюда своих детей. После утепления стен и окон ежегодное потребление энергии здесь сократилось на 2000 киловатт. В помещении круглосуточно следят за состоянием воздуха. Из-за установки вентиляции улучшилось качество воздуха. Моторы стали беззвучными. Сделали тройное стекление. Летом сюда не проникает тепло от солнца, а зимой сохраняется температура. Из-за этого в помещении тепло. Энергоэффективным стало и здание мэрии одного из районов Сеула Кандон. Комфорт почувствовали работники учреждения. Теперь они могут отдохнуть на крыше здания. Там построили небольшой парк. Но большую часть крыши занимают солнечные панели. Они вырабатывают до 70 процентов необходимой энергии. До 2016 года это здание принадлежало полиции. Вот здесь находился следственный изолятор. Сейчас его переоборудовали под кафе. И посетители могут увидеть, какими были камеры. А также посмотреть, какие строительные материалы использовались во время ремонта. Зелёную реконструкцию зданий в Корее начали в 2020 году. Список объектов, нуждающихся в ремонте, правительство подают местные власти. Из госбюджета на зелёную реконструкцию в год выделяют около 150 миллионов долларов. Местные власти вкладывают почти 113 миллионов долларов. Совместно мы договорились ремонтировать около 800 зданий ежегодно. Стоимость ремоделинга в среднем на один квадратный метр около 750 долларов. С этого года число зданий, в которых проведут зелёную реконструкцию, увеличится. Ведь старые объекты – это одна из причин роста выбросов парниковых газов. Чтобы их озеленить, понадобится немало лет. 70% из порядка 7 миллионов существующих зданий в Корее были построены больше 15 лет назад. Владислав Цой, Ольга Лян, Хабар-24, Южная Корея.